Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня у меня в гостях, конечно же, кто? Снова я, тележка. В общем, сегодня мы будем делать такую тему. Тут есть колесо фортуны. На нем расклеены буквы. Сейчас мы с тобой будем по очереди листать колесо фортуны, и какая буква кому выпадет, мы должны будем проорать какое-то слово, которое нам первое придет в голову на эту букву. Да, кто быстрее проорет это слово, второй человек ему покупает эту вещь. Подписывайтесь на мой канал, на телеку тоже подписывайтесь, и тоже лайк поставьте, потому что если не меня, то хотя бы ей. И поехали. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Как мы будем определять, кто будет первый крутить Крутямбу? Классика жанра это либо да, либо чики-брики. Прикинь, у нас как бы тут двое, так что... Раз, два, три. Это было просто. Сейчас кручу я, и ты должна выкрикнуть какую-то хрень, чтобы купить мне какую-то хрень, потому что я, естественно, если, допустим, выпадет буква Б, буду гоорать бриллиант. А ты должна придумать какую-то фигню, чтобы, во-первых, выкрикнуть первую, а во-вторых, это был не бриллиант. Нифига у нее запросы. А ты что думала, это же булочка? Да, булочка с маком. Ладно, поехали. Н. Носки. Носки, носки, носки. Единственное, что я в голову, а ты носорог. Носочки, я тебе красивые носки куплю, такие бабские, с цветочками. Черт, я реально вообще буквы забыла. Кстати, а какое у вас в голове было первое слово на буквы Н? Напишите вот ваши комментарии, если бы вы играли на нашем месте, какие бы слова на определенные буквы вы бы выкрикивали. Ладно, поехали покупать носки. Тилька выбрал мне вот такие вот носки. Да, это король-кот. Тимон и Пумба. В чем проблема? Проблема в том, что это детские, мальчишеские носки, которые рассчитаны на мальчиков, у которых 34 размер. У меня, конечно, он 35-36, мы далеко не ушли, но я даже не знаю, он налез, а не на меня нет. Но если налезу, то я буду орать, и это будет просто угар. Давайте попробуем. Ору, мне реально этот носок по размеру, он еще и выглядит так, как гольфик, просто жесть. Вот это прикол. Да, кстати, это мой ободранный палец, не обращайте внимания, нам переделать. Что же ты будешь мне покупать? Буква Л. Лох? Ты что? Лапша, лапша, лапша. Лапша. Лох-лапша. Лох-лапша, знаешь. Ну ты же понимаешь, вот есть лапша, есть доширак, пищу богов, да? А лох-лапша, это что? Лох-лапша, это может что-то еще хуже доширака? Самую дешевую лапшу покупаем тебе лох-лапшу. Может ли лапша, которая стоит 7 рублей, считаться лох-лапшой? Я думаю, что да, поэтому 7 рублей. Когда мы рофлились с Лисой про лох-лапшу, я понимала, что это будет какой-то трэш, и возможно это будет доширак, но я не ожидала увидеть лапшу каждый день, которая стоила, сколько по чеку было, 7 рублей что ли? 7 рублей. Я говорю, эта женщина нам не экономит. Никогда не ела такую лапшу, но, видимо, нам с вами сейчас предстоит ее приготовить и попробовать. Так, доширак с говядиной, который вот у нас каждый день производства Ашан, выглядит, конечно, худо-бедно, совсем, мне кажется, таким не наешься, но попробуем, что это такое, никогда такого не ела, быть может, это хорошая альтернатива. Ну, знаете, наверное, как альтернатива дошираку, в принципе, один раз пойдет поесть, но на постоянной основе нет. Это действительно лох среди всей лапши. Какова твоя лох-лапша? Хорошо? Ну да. Мне понравилось. Буду теперь так всегда питаться. Это становится сложно. Буква Р. Ро-ры-ры-ры-ры-ры-ры-ры-ры-ры-ры-ры-ры-ры-ры-ры-ры-ры-ры-ры-ры-ры. Я хотела сказать рысь, но рысь мы не купим. Ремень. Ты пойдешь купишь мне ремень, смотрите, она меня одевает, а я ее кормлю лох лапшой. Удобно. Стилька снимать, видео удобно, другие блогеры берут не сам. Ремень. Каков? А вот таков. Ледопердовый ремень Хотела показать, что его можно использовать как чокер Но поняла, что нет, его нельзя использовать как чокер Давайте хотя бы примерю, как бы смотрелось на мне ледопердовый чокер Не, не очень На самом деле ремень очень классный Я уже знаю, с чем я буду его комбинировать Поэтому, ну, вот шутки шутками Но ремень леопардовый я бы никогда сама бы не купила Но от того, что он у меня есть Я теперь буду его использовать И, так сказать, у меня будет теперь больше прикольных всяких луков Что, меня снова ждет еда, да? Буква Д Дуб Тихо, я пойду куплю тебе друст Я хотела сказать дрозд Ты купишь мне дрозд, да, пожалуйста Нет, я первая сказала дуб Дуб? Придется покупать тебе дуб Да, я куплю тебе кусок, знаешь, это паркета дуб Саженец дуба, куда его только дену? Ты же его понимаешь, что ты его себе попрошу домой Будешь содержать на своем участке Нет, это все остается тебе Ты свои вещи себе оставляешь В смысле? Это же я буду делать с дубом Ну вот и решим вопрос, поехали Дуб И видишь, это как дуб Никогда, она тяжелая Материал дерева Ну, я буду считать, что это материал дуб Поэтому дуб Буква Д Доска Дубовая Как бы Я не ожидала такого Но это, согласитесь, лучше, чем просто какое-то дерево С доской я хотя бы могу делать какие-то вещи Например, готовить Но, согласитесь, это неожиданная покупка Я не ожидала развития такого сюжета Но, что есть, то есть Спасибо, что не дуб А, нет, ха Ну, у меня только одно слово, нет, два Х, Р Аааа, Тилька, что-то тебя ждет нехорошее, кажется Хен, что ли? Ну да, почти Но это тоже так называют Х Е И Р Нет Нет Я не пойду туда Поздно Серьезно, ты хочешь, чтобы мы купили именно эту вещь? Именно эту вещь? Мы решим вопрос Типа в том, что крутила лисы и поэтому покупают лисы Черт Я запуталась, черт Тилька, тебе придется купить Тебе писем? Ладно, не будем Я просто Подожди, а что ты сразу такая съехала? Когда я говорила это слово, я думала, что я пойду куплю тебе какое-нибудь свино Иной, этот самый Потому что это есть же такой деликатес Где ты бы его нашла? В Ашане? Что там нет такого? Я тебя обрадую Там такого не продается Нам только яйца всякие С того, что я увидела в магазине, мне больше всего понравилась вот какая-то вот эта непонятная приблудина Я не знаю, что это такое Похоже на клизму Но, наверное, это что-то другое Но выглядит как на букву Х Я думаю, что лиса оценит эту чудесную свиристель Потому что, ну, здесь выглядит как свиристель просто Это вот такие вот продолговатые формы Штуки, чтобы делать там мороженый, фруктовый лед Я без понятия, где она вообще-то отрыла Как ей в голову пришло вместо вот того вот слова организовать мне вот это Но она молодец, потому что тому бы я не обрадовалась А вот этого я кайфанула Испытай свою удачу Уже? У меня есть одно слово, но такое не купить Ладно, давай знаешь, что сделаем? Давай тогда спросим подписчиков И вот что самый первый подписчик ответит То и покупаем Да Кто первый сейчас напишет нам какое-нибудь слово на букву Ж Которое можно купить Тот пойдет в видос И то пойдем мы покупать Да О! Уже, оказывается, целая куча их Жаркое Женный кал мне нравится Значит, первое жаркое Значит, я должна купить тебе жаркое Оооо, хоть поем Я не могу пожрать Есть вариант, который свежет и жаркое со свининой Вот в этой вот консерве замечательной Между прочим, за 101 рубль А вы представляете, кстати, сколько можно купить жарких на 7 рублей? Сколько лох-лапши можно купить на одну банку жаркого? Я не рассчитывала то, что у меня здесь будет целая банка консервированной вот этой вот штуки Честно, не знаю, какое оно на вкус Будет ли оно вкусное Надеюсь, там не будет сильно жира, иначе я выплю его обратно просто Мне не нравится то, что я вижу Оно прям вот... Видно то, что оно жирновато Если захотела мне отравить Ну, знаете, картошка вкусная Картошку здесь можно есть Насчет мяса я не уверена Вы начали повторяться Да-да-да Молоко Мозг Ну, ты была первая молоко Мне, знаете, часто говорят, что мне надо купить мозги Но я выбрала молоко Вот, я возьму свое любимое молоко И дам ее, его, своей подружке Буква Мэ значит молоко Буква Кэ значит корова А молоко, оно из коровы иногда бывает Все, что я могу сказать о молоке Да Перед для тебя Что ж тебе купить-то? Орбит Я не успела, это же зря Кир У меня просто слишком долгий был лоудинг Видите, она пытается, сука, но это мои деньги А я играю по правилам Я не думаю, не думаю о чужом кошельке Я все равно отобью все деньги Не подумайте лишнего Я возьму для нее самый вкусный Вот этот вот розовый, мне нравится Ладно, я возьму большой Орбит У меня там все-таки маленькая, крошечная Как лох лапша Хотя пусть у меня будет Орбит размер XXL Если вы понимаете, о чем я Ну, если вас озадачивает вопрос Куда ушел весь бюджет на меня То вот Лиса купила мне большущую жвачку Орбит Потому что, ну, видно, да То, что тут весь бюджет, который на меня был рассчитан Просто Готова? Да Да Я буду сильно крутить Чтобы попалась буквы, которой у нас не было Фонарь Офигеть! У меня было только слово фу в голове Я хотела сказать Филин Но потом сказал фонарь Фонарь Как бы я вижу батарейки Надеюсь, что где-нибудь здесь Я найду фонарик О! Настоящий фонарик Давайте я возьмем большой Чтобы у нее было идеальное сочетание этих продуктов Как вы представляете себе фонарь? Ну, я как вот такого вот Какого-то размера штучку, которая светит Что приводнесла мне Тилька? Это не фонарь Это фонарчелло Нет, серьезно На самом деле, офигенно крутая штука В быту это всегда очень полезно Поэтому я даже рада, что кто-то из нас выкрикнул Блин, фонарь Что ж, самый последний пошел Покупаем тебе Давай Мой маленький лох лапша Виноград Блин, надо было вино сказать Ааа Как вы думаете, кто мне взять? Зеленый или черный? Я хотела взять две штучки Но сначала возьму одну грозочку Здесь 40 миллиграмм Я не знаю, как это описать Вот это количество винограда, которое мне купила эта женщина Вы посмотрите степень ее любви ко мне Это все Виноград обошелся в 5 рублей 78 копеек Что ж, я надеюсь, что это видео вам понравилось Если вам понравилось, обязательно пишите в комментариях Какого блогера еще пригласить на вот эту адскую приблуду А также пишите, какие слова всплывали у вас в голове, когда вы слышали вот эти буквы Всем спасибо за просмотр И всем пока-пока Обязательно подписывайтесь на Тельняшку И на Алису И на этот канал Пока Пока